Я приветствую всех! Вчера в игре произошло крупное обновление. Были добавлены новые игровые режимы, еженедельные события с меняющимся условием. Первое условие, которое нам разработчики показали с разделением противников, в очередной раз доказывает нам игровую направленность на мили сражения. Поэтому сражение в мили зоне на сегодня по-прежнему остается самым актуальным в игре. РДД у нас просто зачастую захлебываются в таких режимах, так как не хватает им маневренности, мощности, чтобы справляться со всеми поставленными задачами. Сегодняшний ролик будет у нас посвящен самому сексуальному парню, забитому в татуировке, этом стиле. Данный персонаж является специфичным, как минимум потому, что у него нет оружия дальнего боя. К этому персонажу зачастую игроки приходят в самый последний момент. И поэтому уже с формированным своим мнением по игре и уже определенным опытом. В связи с чем, в большинство случаев у каждого будет свое мнение. Я представлю билды, которые использую я, которые могут использовать также новички. И поясню, какие нюансы нужно учесть на данном персонаже. Билд на нем, это не самое важное, что есть. Самое важное уже умение конкретно играть в данную игру и ваши навыки. Потому что здесь решающим фактором является не билд, а как раз понятие вашей позиционки и способностью ведения боя в милизоне. Причем постоянное нахождение в милизоне. Давайте мы перейдем к талантам. Первым талантом я беру Би и Руби. Данный талант повышает шанс крита на 5%. Вы можете взять также здесь в талантом предчувствие, если у вас играть будет не совсем получаться. То есть увеличить уклонение на 20%. Оба таланта являются актуальными на персонаже. В тот момент, когда вы уже будете спокойно проходить любые уровни и вот этот талант вам будет не нужен, я все равно рекомендую переходить на повышение шанса крита. Билд будет завязан и вообще этот персонаж завязан весь в своих талантах, пассивках, все на скорости. Чем выше будете вы развивать скорость, тем меньше вы будете получать урона и быстрее, соответственно, убивать любого противника. Поэтому в конечном результате, наверное, я все-таки рекомендую всем прийти к Би и Руби. Но поначалу, если вы только все-таки не человек, который не является еще человеком с большим опытом в игре, начинайте с предчувствия увеличенного роллдош. Это в данный момент в игре имба, потому что вы можете, в принципе, контрить любой дамаг в мили-зоне. Вторым талантом я убираю, не взирая на боль. Данный талант у нас сокращает любой получаемый урон до 10 единиц. Данный талант, соответственно, нужен для случайного пропуска мощных ударов, чтобы вас не шотнуло в мили-зоне. Остальные таланты вы можете рассматривать, но я не вижу, опять же, в них смысла. Урона вам будет хватать на любом из этапов за счет самого сетапа оружия, за счет остальных талантов и построения билда. А данный талант вас всегда будет сохранять на тот случай, что если вдруг вы допустите ошибку, он вам будет давать возможность реабилитироваться и встать обратно на ноги. Третий талант я беру. Прилив адреналина данный талант позволяет вам перманентно находиться в состоянии ульты. Ульта у нас повышает скорость атаки персонажей еще на 30%. Как я вам сказал, очень важно будет именно понимать, что билд построен на скорости. То есть, чем выше у вас скорость, тем больше ДПС. Мы здесь складываем цифры непосредством там единоразового урона, как например на тени. Мы его строим за счет быстрого количества нанесения, большого количества ударов. Соответственно, тем самым складывается ДПС на данном персонаже. Четвертый талант я беру. Фаталист. Талант, который позволяет наполнять белую полоску за счет нанесения урона нескольким противникам одновременно. При этом, я скажу сразу, здесь часто и спор идет между вот этим талантом и вот этим талантом. То есть, заполнять белую полоску с убийств или заполнять белую полоску с количества целей. Лично мой выбор всегда является фаталист. Почему? Потому что в большинстве случаев это чисто психология. Волна во всех режимах на высоком уровне сложности является чаще большей проблемой, чем элитки. То есть, вы можете убить всю волну вокруг, а потом заняться элитками. И при этом, мне с точки зрения, как говорю, психологии, гораздо проще подойти к хаос-варриору с полным столбом ХП, чем со столбом ХП на одну тычку, от которой я умру. Но при этом я буду понимать, что когда я его убью, он мне заполнит почти весь столб ХП. Нет, мне проще к элитке, к тяжелому противнику подойти гораздо проще, когда у меня фулл ХП, чем психологически, мне чаще придется блокироваться, уворачиваться, соответственно, наносить меньше ДПС. И в итоге совершить, то есть, бой будет затягиваться, и вероятность того, что я совершу где-то фатальную ошибку, он возрастает. Поэтому это фаталист. И даже несмотря на выбор сетапа оружия, который у меня будет, то есть, у меня будет два сетапа на первом слоте, то есть, это и топоры, и молотки. Молотки, разумеется, здесь будут работать намного эффективнее, но на топорах я с такой же скоростью, в принципе, на самой волне заполню белую полоску от одной ХП до максимума. Поэтому выбор здесь фаталист. Начинающему игроку это точно фаталист. То есть, если вы уже опытный игрок, и у вас свое мнение, свои навыки, и вы прямо вот настолько себя ощущаете уверенно, то вы можете брать Ярость Мстителя, разумеется. Последний талант обязательно мы берем Не Уйдешь. Этот талант у нас повышает скорость передвижения во время ульты на 25%. Почему важен он в этом билде, вот именно в моем билде, да, потому что я как раз не беру предчувствия. За счет того, что я нахожусь перманентно за счет вот этого таланта в ульте, то я постоянно нахожусь на повышенной скорости, и он мне позволяет мансить вокруг противников, и, соответственно, контрить урон от них, исключая данный талант из моего билда. То есть, я себе и так повышаю урон за счет повышения шанса крита, я повышаю вероятность срабатывания перков на оружие, но при этом я достаточно маневрен и подвижен. То есть, вот эта ульта тоже хороша, но она сюда уже не подходит. Вам нужно понимать, тогда если вы берете эту ульту, вам, скорее всего, нужно брать вот этот талант. Вы теряете в ДПСе, и все равно теряете в маневренности персонажа, в его самой сильной стороне, скажем так, по сравнению со всем остальным. Так, переходим к вооружению. Сетап для начинающего игрока на мстиле я рекомендую следующий. То есть, на первом слоте у нас двойные молотки, а на втором слоте это двуручный топор. Оба оружия являются примитивными в управлении. Почему? Потому что я вот из-за того, что вчера патч вышел, отключил все моды и включил только один арморий сейчас, чтобы записать данное видео. Мы перейдем просто к рассмотрению. У нас молотки за один глиф могут атаковать практически 6 целей или 11, в зависимости от стороны, с какой это происходит. То есть, молотки на сегодня, плюс они имеют достаточно средний урон, они еще и не шотают цели. Это оружие для набивания, вот моментального практически заполнения белой полоски. ХП, будучи в волне. То есть, справится любой новичок. Вам нужно сделать всего несколько ударов по волне, ну, примерно 3-4 удара. И у вас ХП с одной ХП заполнится до максимума. В отличие, например, от тех же топоров, которые имеют только 2,5 цели за один удар. Но я говорил, что топоры это то же самое, понимаете, вы здесь компенсируете скоростью и атакой, и все равно заполните на волне белую полоску практически моментально. К бою с Хаос-Вариором вы подойдете фуловым. И не важно, что это зеленая полоска ХП у вас будет или белая полоска ХП. Второе оружие, соответственно, в слоте у нас будет двуручный топор. Оружие хорошо, в первую очередь, тем, что оно автоматически первую атаку делает практически всегда по голове. Если мы переключимся, я вам покажу. То есть, видите, оно всегда две атаки делает с верхним замахом. И это всегда в основном удар по голове. Так вот, значит, оружие у нас будет в обоих случаях в сетапах иметь одинаковые характеристики, одинаковые перки. Здесь у нас идет плюс 5% к шансу крита, 5% к скорости. Шанс крита мы, разумеется, поднимаем для того, чтобы у нас срабатывал чаще перк быстрое истребление. Также мы подняли шанс крита в талантах, еще будет на бирже стоять. Скорость мы повышаем также базово, потому что, как я говорил, билд построен весь на скорости. Чем быстрее вы маневриете, тем эффективнее будет данный персонаж. На топоре, соответственно, все то же самое. То есть, шанс крита, скорость атаки и быстрое истребление, как перк. Бежа. Если мы играем через данный сетап, то есть это два молотка, топор, то бежу лучше использовать с понижением на блок. Стоимость блока понижаем на 30%, 20% к здоровью. Обязательно дубовая кожа. Дубовая кожа на этом персонаже, она как нельзя лучше работает, несмотря на маленькое количество ХП. Причина, в первую очередь, это борьба с особными противниками, особенно с рыжевиками. То есть, это огнеметчики, это пулеметчики. При наличии дубовой кожи вы спокойно можете прожимать ульту в сторону пулеметчика или огнеметчика, который стреляет, и там его убивать. Без этого перка вы просто еще в полете, ну, либо практически сдохнете, либо сдохнете по приземлению. Поэтому мы берем обязательно перк дубовая кожа. Ко всему прочему, гном является бойцом первой линии, который еще и ультою продвигается вперед и часто находится в некотором отрыве от группы. Тем самым, если у вас недостаточно опыта, вы можете нарваться на проблему с пакмастером, вы можете нарваться на проблему с ассасином. И вот, понимаете, да, вы находитесь в окружении мобов и вас хватает элитка. Это означает, что вы буквально, ровно секунду потребуется, чтобы вас убить. С дубовой кожей у вас будет время, если тиммейты более-менее адекватные и вы более-менее адекватно играли, то есть находились не за 10 километров от них, то это даст время вас освободить. Белую полоску, как только вас освободят, вы заполните так же быстро, то есть все потерянное хп вы восстановите. Поэтому обязательно дубовая кожа. Специалист вы, похуист, без разницы. Если вы хотите адекватно отыгрывать и не становиться жертвой обстоятельств, то есть мы всегда билды подстраиваем под максимальное количество неприятных ситуаций, то берите дубовую кожу. Если не хотите, берите восполнение хп, играйте до первой случайности, до того, как вас поймают и унизят. Вторая бежа у нас идет 20% к силе крита, 5% скорости атаки. Скорость атаки мы уже разобрали. Базово мы ее, где только можем, поднимаем себе ради максимальных значений. Сила крита. Значит, что хочу сказать по силе крита. С критом у нас разогнан он достаточно сильно. И по факту само оружие убивает всех противников с примерно одинаковой эффективностью. То есть, например, топор убивает хаос-вариора примерно с 6 ударов. Как я сказал, я, к сожалению, все моды выключил, потому что они сейчас крашут игру. Продемонстрировать не смогу, придется верить на слово или проверять сам взаимно. То есть, это где-то от 5 до 7 ударов, в зависимости от критов. Пройдут, не пройдут. То, значит, молотки все то же самое. Если у нас будет здесь кувалда, то это тоже примерно 5 ударов по хаос-вариору, чтобы его убить. Это самый толстый и самый неприятный противник, который нам встречается. То есть, что бы вы ни поставили, примерно цифра будет в количестве ударов всегда одинаковой. А вот если у нас уже бой идет более затяжной, то есть это босс, у которого хп больше, чем на 5 ударов, то здесь уже поможет данный перк гораздо более эффективно, чем вы просто поднимете базово урон по хаос-вариорам, по бронированным целям на 10%. Я сравнивал, в моем сетапе, в моей игре эффективнее оказывается подъем крита, то есть силы крита. Вы же можете, опять же, поставить здесь, как вам удобно. То есть, захотите базово поднимите против определенных целей, но, скорее всего, тогда придется против бронированных целей ставить. Хотите еще что-то рассмотрите. Я рекомендую на выбор взять именно к силе крита, потому что я пояснил, что базово урон с оружием примерно одинаковое количество ударов на все цели. То есть, штормовая крыса это 2 удара или 1 удар, если крита нет, с 2 ручей, соответственно. Хаос-варьеры, в зависимости от оружия, от 4, если говорить, до 7 ударов, в зависимости от оружия и того, как вы будете попадать. Последняя бежа у нас... А, ну, перк здесь мне, как всегда, не важен. Я все равно на гноме тащу гримуар. Вы можете взять здесь увеличенное продолжение, взять банку силы, например, и раздраконить босса. Тоже очень эффективно. Но старайтесь понимать, что себе доверять лучше. Если вы хотите повышать вероятность качественной награды в конце раунда, и лучше нести гримуары самостоятельно и быть уверенным в себе, что вы не умрете от первого чиха простуженные крысы. Последняя бежа у нас 33% сопротивлению проклятию стандартно. И также базовым поднимаем шанс крита. Перк я здесь беру 20% повышения силы против пораженных противников гранаты. То есть, поскольку у нас хорошая скорость атаки, хороший урон, мы также можем спокойно убивать боссов, помогать группе убивать боссов не менее эффективно, чем это делает Тень или Вичхантер, там, без разницы, в зависимости от билдов. То есть, поэтому мы поднимаем себе урон на 20%, используя гранату. Я использую, то есть, вот этот билд я рекомендую все-таки людям, которые, если только вот захотят поиграть на Мстиле, еще которые не имеют опыта. Как я сказал, оружие простецкое в плане молотки элементарно набивают хпшку, белую полоску заполняют, топор достаточно легко использовать. Плюс, ко всему прочему, разбафанный топор, сейчас я покажу. То есть, видите, скорость атаки разбафанного топора просто колоссальная. По сравнению с другими оружиями двуручного типа, в руках Мстилы, соответственно, это очень-очень мощное оружие. Ну и плюс вот эти первые две атаки, которые имеют глип по голове сверху, они очень простецкие. С ним же также вы можете, вам потребуется меньше надобности свапаться. То есть, качественная игра Мстилы заключается в количестве свапов, которые вы можете делать. Но, если мы будем сравнивать, вот видите, задержка при свапе оружия. И еще и залипание иногда происходит. То есть, основное, как я сказал в начале видео, основной принцип игры на Мстиле, это не его билд. Это скорее понимание билда, но самое главное, это так называемые па, танцы, которые вы будете делать на этом персонаже. Это скорость вашего свапа, скорость реакции и понимание своей позиционки и расстановки, где вы находитесь. То есть, вот эта задержка при свапе, мне, например, не нравится. Мой основной билд, когда я играю на Мстиле, я играю через молоток и, соответственно, топоры. Почему, соответственно, молоток, почему топоры? Видите скорость свапа? То есть, я могу нанести удар с молотка и сразу же я провожу атаки, уже лайт-атаки с топоров. Ко всему прочему, топоры имеют универсальный урон. То есть, благодаря тому, что если молотками вот такое действие, оно бесполезно. Ну, то есть, там уже только хэви-атаки ты должен заряжать, если ты, например, вокруг патруля мансишь. На топорах есть возможность, то есть, и наносить урон через лайт-атаки. Но самое главное, я говорю, то есть, это скорость свапа анимации с кувалды на, соответственно, дуалы. К чему вы должны привыкнуть? Самое главное в нашем танце, это свап и план ударов. То есть, вы приближаетесь к противнику. Вы наносите удар, свапнулись и ролл-дожите вы уже на дуалах, соответственно. Вот это самое сложное, к чему вам нужно будет привыкнуть. Что вы ролл-дожите не на молотке, у которого очень ограниченный ролл-дож, а переключившись уже на дуалах. Если вы освоите это танцевальное действие вокруг противника, то игра на мстиле у вас будет игрой на мстиле, а не игрой на хуилле. Вы можете наблюдать часто, когда мстил, которые валяются, да, там, в рандомах, которые падают от всего. Вот это мстилы-хуиллы, которые играть не умеют, но которые посчитали, что могут себе позволить. Мне еще нравится молоток, соответственно, с реализацией с ультой. То есть, если мы представим, что вот это у нас впереди сейчас хаос-вариор стоит, да, мы приближаемся к толпе, заготавливаем ульту, прожимаем первый удар, еще к полете делаем. А приземлившись, мы уже переключаемся там на дуалы, в зависимости от того, что нам требуется по противнику, по работе с противником. Вот самое важное, это вот это вот движение, которое вы должны освоить в игре на мстиле. Так, чтобы сразу оговорюсь, не все люди понимают, как работает адреналин, прилив адреналина. Он работает при том, как вы максимально разбафаете свой урон. То есть, мстила нанося первый удар, видите, молоточек появился. Наносится второй удар, это второй стак. Наносится третий удар, у нас появляется три молотка, что означает, что у нас урон бафнут на 30%, и сразу, видите, работает иконка адреналина. То есть, как видите, если вы будете все правильно делать, за счет таланта адреналин, у вас ульта не будет заканчиваться. Это перманентное состояние, вы будете находиться постоянно в ульте. Находясь постоянно в ульте, вы постоянно восстанавливаете изи хп, и, соответственно, не испытываете проблем с убийствами противников. То есть, очень, и сама вот эта скорость передвижения, как я сказал, то есть, вот этот вот свап, или же даже несколько ударов, без роллдоджа, находясь в ульте, вы себе можете позволить. Так как ваша скорость, в принципе, увеличена. Вот, в нахождении в ульте вам не обязательно даже переключаться, вы можете, поскольку скорость у нас разбафана крайне максимально, да, как видите, вы просто перемещаясь. Я не сделал сейчас ни одного роллдоджа, но при этом я преодолел достаточно хорошее расстояние, и, соответственно, это мне позволит сконтрить весь урон. Поэтому, лично мой выбор, это молоток. Молоток, он более универсальный в плане того, что его урон выше, если не говорить про хэви-атаки топора. То есть, у топора, видите, по броне, если взять хэви-атаку, она будет больше. Но хэви-атаку надо заряжать. Когда вы заряжаете хэви-атаку, вы можете получить случайный удар в спину или в лицо. Я не люблю останавливаться на мустителе. Даже хэви-атаки, если я знаю точно, что у меня за спиной все в порядке, там стена и мобы не появляются, и мне надо, например, резко набрать хп, на молотке я могу даже покрутить глифт, а там по противникам поубивая их стандартным способом. Так как, опять же, находясь в ульте, я сейчас имею баф, то скорость, как видите, просто колоссальная. Раскидывание толпы, это, ну, с такой скоростью не работает ни один, никто не может разогнать до такой скорости двуручное оружие, кроме мстила. Так, вернемся, соответственно. Вот, поэтому топор, я не беру топор, мне не нравится. То есть, с топором я играл поначалу. Потом я перешел на молоток, потому что базово урон у молотка по броне выше. И главное, что более стабильный, чем у топора. Но топор, все-таки, как я говорю, для игроков, вообще, вот эти два сетапа, топор, молоток, молотки, топор или топоры, молоток, это уже придет на ваш вкус. Когда вы достигнете определенного уровня игры на персонажа, уровень, как я всегда говорил вам, заключается в вашем качестве игры. То есть, если вы от начала до конца раунда способны добежать, ни разу не похилившись, все, у вас отличный уровень игры. Он уже подходит для 99% прохождения всего контента. Означает, да творите, что хотите. Хоть голыми бегайте, это без разницы. Вот, голым пузом на врага, значит, вы играть уже научились, и вы можете позволить себе, я не знаю, всякое извращение, там, видение нестандартных перков или еще, или еще что-то. Может, вы вообще в голову стукнуты и возьмете два двуруча, ну, кто вас знает. Вот, если вы способны с этим играть, играйте. Но, говорю, способность вашей игры заключается в том, что вы не дохнете, как сука, от респауна до респауна. То есть, вот этот новый режим мне показал вчера следующее. То есть, мы играли с друзьями, соответственно, для нас это развлечение было изичное. Прикольно было посмотреть статистику, когда у всех там за 20 тысяч ДПС в конце никто, соответственно, не умирает, все хорошо, понимаете. С рандомами это было просто, это непередаваемое ощущение игры. Например, ты бегаешь от респа до респа и резаешь вот этих вот овощей, которые бегают. К сожалению, наверное, гейминдустрия уже крупных студий просто довела наше сообщество до даунизма какого-то, а казуалив все, что можно. То есть, по сути, у нас играют уже вот, я не знаю, как это еще объяснить. По большей сути, либо дауны, либо инвалиды криворукие. Других причин как бы нету. Ну, слишком их как бы, они выделяются на общем количестве. И это не меньшинство, получается, что мы находимся в меньшинстве, да, а они уже в большинстве. Вот, но по большой сути это люди, которые, наверное, хотят все-таки играть хорошо, хотят, наверное, что-то сложное. Просто, к сожалению, их так вот затянуло, и никто их не обучает, они сами не способны уже на обучение. Ну, вот такая вот ситуация. Поэтому в рандоме вот билд, который я предоставляю, он очень хорошо подходит для рандома. Он позволяет максимально, максимально вам эффективно и максимальное количество неприятных ситуаций контрить в своей игре. Нежели чем какой-то специализированный билд, который бы вам был, может быть, и хорош, но заточенный под какие-то определенные специфические ситуации. Это в корне неправильный подход по строению игры сейчас, точнее билда в нашей игре. Потому что по большей части мы проводим время в рандомах. А в рандомах нужно понимать, что твоими врагами являются не только крысы, хаос-варьеры, но, в первую очередь, еще и твои тиммейты, которые могут тебя подставить, кинуть. Ну, вообще, я на многое нагляделся в рандоме. Вот. Поэтому желаю всем удачи, как всегда, хороших ощущений от игры и как можно больше удовольствия. Я очень был рад вчерашнему обновлению. Надеюсь, как говорится, эта тенденция продолжится. Хотя обидно было, что в низких уровнях повысили опыт, а на легенде даже награду так и не повышают. Вот. Но, как говорится, пускай волочатся в своем болоте сами. Вот. Всем удачи. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok